Привет всем! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и в этом видео я расскажу украинцам, как правильно ненавидеть белорусов. А в конце видео даже отвечу, нападет ли Беларусь на Украину. Поехали! Ну что, по последним опросам, всё больше украинцев начинает относиться к белорусам негативно. Из того, что я нашёл, 52% негативно, 34% нейтрально и 10% положительно. Я это стал чувствовать и на своих каналах. Ко мне приходят, пишут комментарии, что там белорусы нифига не делают. Причём, знаете, делают оговорочку такую. Вот ты, Алексей, нормальный, типа ты молодец, а вот белорусы сидят нихрена, что-то не восстают и не взрывают российские искандеры на своей территории. А раз этого не делают, то они поддерживают, в общем-то, всё. Поэтому пошли они у дупа усе. Ну и, соответственно, я в ответ тоже всех посылаю, потому что я и есть Беларусь, в общем-то, я типичный пример белоруса. И если вы думаете, что те люди, которые там живут, чем-то от меня отличаются только потому, что я эмигрировал и тешу ваше самолюбие, выпуская так называемые русофобские видео, то это абсолютно не так. Ну и плюс к этому в украинских СМИ тоже начинает разгоняться вот эта тема ненависти к белорусам. Даже официальные лица в правительстве Украины какую-то херню говорят. Например, Нобелевский комитет вручил премию мира белорусским, российским и украинским правозащитникам. На это отреагировал глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк и сказал, «У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова «мир», если премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто супер. Я могу на это сказать подоляку-нагеляку, потому что этот мудила говорит о людях, которые в тюрьме сидят за то, что они пытались помочь другим. Конкретно белорусская часть премии вручается человеку, Олесе Белецкому, руководителю правозащитного центра «Весна». Он уже долгие месяцы сидит в тюрьме не за то, что он выступал против режима Лукашенко даже, а просто потому, что он помогал людям, которых незаконно посадили в тюрьму. И я могу сказать, что правозащитный центр «Весна» конкретно помог моим родственникам. Если не это пример того, как люди пытаются помочь друг другу вообще, тогда что? А благодаря российскому центру «Мемориал» я когда-то давным-давно узнал, как был репрессирован мой белорусский прадед. За что, когда, где сидел. И это во многом помогло мне полюбить русский мир совок и быть против того мира, который несет сейчас Россия. Да, белорусы виноваты, что они не смогли скинуть это усатое чмо. И на своем хребту его несут дальше. И из-за этого с территории Беларуси зашли те уроды, которые устроили Бучу, Ирпень и прочие зверства. Наверное, Украина поддержала в 2020 году белорусов, которые выступили против этого мудака, который позволил россиянам зайти в Украину. Так ведь? Давайте послушаем президента Украины Владимира Зеленского, который после избиений и убийств белорусов в августе 2020-го грозно заявил следующее. «Мы призываем наших соседей к толерантности и терпимости. Только взаимопонимание способно сохранить независимость страны и обеспечить дальнейшее движение к свободе и демократии. На мой взгляд, в диалоге должны быть заинтересованы обе стороны. И правительство, и общество, которое протестует». Боже, прям к кранке прикладывай. Такой милый дяденька. Вот вы представьте, 24 февраля Россия нападает на Украину, и я такой призываю украинцев к толерантности и терпимости. Только взаимопонимание способно сохранить независимость Украины и обеспечить дальнейшее движение к свободе и демократии. На мой взгляд, в диалоге должны участвовать обе заинтересованные стороны. И Россия, и Украина. Сколько бы вы мне в панамку напихали херов за такое. «А ты ж смотри, мы не хотим расстраивать Лукашенко. А вдруг он нам что-то сделает, расстроившись, думали власти Украины». В конце 2021 года радостный посол Украины в Беларуси Кизим Игорь Юрьевич отрапортовал, что товарооборот Украины с Беларусью вырос на 61% с 2020. Ну правильно, там белорусов убивают, они пытаются скинуть этого мудака, а вы им больше денег пихаете. Если вы думаете, кстати, что в пользу Украины, нет. Выросло до 7 миллиардов и из Беларуси в Украину продали на 5,5 миллиардов долларов, из Украины в Беларусь 1,5 миллиарда долларов. То есть вы из своего кармана только за 2021 год дали Лукашенко 4 миллиарда долларов. А за два первых месяца 2022 до 24 февраля еще миллиард. Может вам это неизвестно? Я вам просто сообщаю. О боже, Европа продолжает покупать нефть и газ у России, когда Россия нас бомбит? А Украина не только не перестала с Лукашенко иметь дел, когда он убивал белорусов, но и нарастила на 61%. Вы давали ему деньги, чтобы он белорусов уничтожал. Да, несомненно, я не спорю, что Россия давала больше. Но вы на втором месте. Беларусь с России на 40 миллиардов наторговала, вы на 9 миллиардов. Не очень далеко, правда? И кстати, какого хера этот кизик, посол Украины до сих пор в Беларуси сидит, не расскажете? Белорусский посол из Украины уехал. Зачем посол Украины сидит в Беларуси? С кем он там ведет дипломатические контакты, не расскажете? Потому что все законно выбранные представители белорусов в Беларуси не находятся. А если находятся, то сидят в тюрьмах. Он по тюрьмам ходит, с ними общается. С кем он там ведет контакты? Наверное, кто-то напишет. Он представляет украинцев, которые там остались в Беларуси. Херас там представляет. Потому что власти Украины все еще боятся не разлововать усатого урода, что он еще что-то сделал. Он еще мало сделал, понимаете? Но вы гоните не на тварей, которые захватили власть, не на свое правительство, которое их поддерживает, а вот на меня. Который постоянно против этого выступал, пострадал, люди от этого пострадали. Но вы на них гоните. Вот чувак сидит в тюрьме за свою правозащитную деятельность и подоляк выступает, как это ему премию мира дали. Или вот мне тут еще один правдоруб из обеспокоенной общественности Украины пишет у меня в чате в Дискорде. В мене есть знакомый беларус, який казав в 2020-м, что якщо вони не будуть активно спиратись о своей влады, як це буде на Байдане, то буде беда. Я не хочу, я не хочу, вы обачаете за мой акцент, я не хочу проводить параллели с россиянами, але вони напрошиваются. Я це казав и буду казать. Я памятаю, як у 2014 роце беларусы на ревні з россиянами высмеявали Майдан. Вот это дуже смешно. Мее знову высмеяли, пишет. И он дуже смешно, я го знову высмею. Тому, что я открываю погибших небесных сотней и чамусьте вижу там беларуса. Погибло 106 человек, один беларус, два грузина, остальные все украинцы. И беларусов участвовало в Майдане. Большое количество. Если вы откроете, найдете видео с Майдана 2014 года, увидите, сколько там флагов было бело-красно-белых. А знаете, сколько украинцев участвовало в событиях 2020 года в Беларуси? Ноль. Ноль. Это 11, извините. Ноль просто участвовало. Даже задержанных украинцев. Задержанных нету. Вот такая великая помощь. Беларусы умирали за украинцев на Майдане. Беларусы умирают за украинцев в войне. А украинцы обкладывают херами в интернете, рассказывая, что беларусы что-то не так делают у себя в стране. Ничего не зная и не понимая, какая ситуация происходит. Что вообще есть. И они к нам негативно относятся, 52%. Вы посмотрите. Я понимаю, ребята. Я понимаю, те люди, которые под бомбежками, ракетами, у которых погибла семья. Они хотят найти виновных в ком угодно. Но, извините, на уровне государства, на уровне средств массовой информации, когда такое разгоняется, когда вы приходите ко мне и говорите, Леша, ты хороший парень, но беларусы говно. Я беларус такой же, как беларусы, сидящие в Беларуси один в один. И они думают точно так же. Мы виноваты в том, что на территорию Украины зашли эти уроды. Мы виноваты в том, что с нашей территории обстреливают Украину. Но нам нужна помощь. Вы можете это понять? Мы вам помогаем. Вам помогает весь мир. Они покупают нефть у России и газ, может, сейчас уже прекращают, но при этом поставляют вам оружие. Вы же покупали у Лукашенко на 5 миллиардов долларов в последний год и никак нам не помогли. Зеленский даже не встречался с Тихановской. С Тихановской президент США встречался. Ну, понятно, где этот президент США и где Зеленский? Это же несопоставимые фигуры, чтобы с Тихановской встретиться. Тихановская выбранный, легитимный представитель беларусов сейчас. Вы, может, не в курсе, была платформа «Голос», где люди с фотографиями скидывали свои бюллетени. Вы можете просто перейти на эту платформу и почитать, если вы не уверены, вам кажется, это какой-то фейк или еще что-то. Примерно 55% за Тихановскую проголосовало, 25% за Лукашенко. И, естественно, поддержка Лукашенко сейчас меньше, чем 25% еще после всего того, что он сделал. Но нам никто не помог его сбросить. Никто. Беларусы просили о санкциях, никто ничего не ввел. И сейчас даже, сейчас Беларусь этим режимом используется для нападения на Украину. И против Беларуси все равно никаких санкций нет. Россию от всего отключили. Беларусь сидит, как ни в чем не бывало. И вы не можете в этом претензии высказывать зарубежным партнерам. Потому что ваши власти до сих пор имеют контакты с Беларусью, понимаете? С этим режимом. А с Тихановской не имеют. Там уже создан силовой блок. Там создан блок из милиционеров, которые ушли из милиции Беларуси. Собрана база людей по Беларуси, которые готовы в чем-то участвовать. В Украине, считайте, натренирован полк Калиновского. Но власти Украины не хотят никакие проводить с представителями настоящего беларусского народа переговоры. Делиться информацией, делиться какими-то разведданными. Да потому что им наплевать. Им наплевать на беларусов. Им проще в СМИ у вас в Украине разгонять зраду от беларусов, понимаете? Беларусы сами должны что-то сделать. Вы даже сами не все сделали, понимаете? Вам помогает весь мир. Я еще раз повторю. Нам никто не помог. И вы нам не помогали ни разу. А беларусы вам помогали. Умирали и умирают за вас. Хотя, наверное, у кого-то еще, знаете, сносит крышу. Им кажется, что украинцы такие офигенные, что им все помогают. И давайте я вам проясню, что это не за Украину, а за свободу, за образ жизни. Либо будет как в Украине, когда вы выбираете людей, которые вами управляют. Когда вы свободны в своих перемещениях, думках, во всех этих рэджах. Что вы можете робить, что ваша, хотел сказать, дупа пожидая, голова. Что ваша голова пожидая. Тип быть, как у России. И вот этот чувак в небесной сотне, вы думаете, он умер за то, чтобы не было Януковича? Нет, он умер за то, чтобы в Беларуси такое же произошло. И ребята из полка Калиновского воюют не ради того, чтобы Украина была свободной, а чтобы Беларусь была свободной. А от вас только пора с кинейки. А знаете, почему я думаю, что это специально всё против Беларуси делается? Потому что, например, Михаил Подоляк, вот этот самый, он вообще-то учился в Беларуси. Он закончил Минский медицинский институт в 1989 году и до 2004 года работал и жил в Беларуси, в белорусских оппозиционных средствах массовой информации. Он был депортирован в 2004 году за то, что его деятельность, цитата, противоречит интересам государственной безопасности. То есть он прекрасно знает еще с 2004 года, что происходит в Беларуси и позволяет себе вот такое говорить против человека, который действительно эту премию заслужил. Он не рассказывает вам о том, что реально происходит в Беларуси. Настоящий террор моих знакомых по очереди посадили на 15 и больше суток, потому что они в 2020 году участвовали в митингах. То есть прошло два года, находят людей и сажают за это. А вместе с ним еще и его маму, потому что она отказалась его вызывать из квартиры, чтобы им не приходилось его оттуда вытаскивать. Это вам не какие-то новости, это просто я рассказываю, что происходит у меня. Людей, которые подписывали за оппозиционных кандидатов, увольняют с работы, проверяют списки, там, опять же, более двух лет назад, увольняют с работы. Когда их посадят, вопрос времени. Официально, по-моему, 3,5 тысячи сейчас человек считаются политическими заключенными в Беларуси. Я напомню, население Беларуси 9 миллионов. Это только официально они политические заключенные. А сколько их посадили по какой-нибудь статье, хотя они на самом деле, их на самом деле пытаются заткнуть, чтобы они ничего не говорили. С 2020 года убитых, просто вот конкретно, которые есть в виде убийства, то есть у вас там небесная сотня, у нас не сотни, извините, но у нас больше сотни людей пропало без вести, и до сих пор никто не знает, где они. Как и произошло с лидерами оппозиции еще в 90-х, когда Лукашенко пришел к власти, пропали Гончар, Захаренко. Гончар это был глава избирательного штаба Лукашенко, потом глава Центра избирком комиссии не хотел подтасовывать выборы. Захаренко это был министр МВД в Беларуси, вместе с Гончаром пропал бизнесмен Красовский и оператор Завадский. Пропали люди в 90-х, просто нету нигде. Я об этом видео тоже делал. Лукашенко потом говорил их женам, да они поехали с любовницами кататься, а потом появятся, понимаете, тварь какая. А вот Завадский мне еще напомнил, что его партнера, с которым он, собственно, делал репортажи, Павла Шеремета, взорвали у вас в Киеве в 2016 году. Что он убежал от Лукашенко, когда пропал Завадский, но до него добрались и взорвали в Киеве. А еще в Киеве убили главу Белорусского дома, который помогал убегающим из Беларуси после 20-го года. Кто это сделал, так и не нашли, бравые украинские разведчики. А какая разница, каких-то белорусских хунтерменьше убивают, очевидно. Чего заниматься этим? А сколько новостей, что белорусов в 22-м году депортируют из Украины? Те, которые получили хоть какое-то убежище, теперь же белорусы у нас плохие. Все, кто убежал от Лукашенко, надо депортировать обратно к Лукашенко. Вот там, где у нас 3500 политических сидит, в Беларуси сажают за что угодно. Из последнего, например, поддержка Украины сидит уже месяца три певица Мириам Герасименко. Исполнила на украинском языке песню «Обейми океана Эльзы» в местном баре банки-бутылки. Владельца бара тоже арестовали на 30 суток, но его потом выпустили, а певица сидит до сих пор. Неизвестно, что с ней там делают. Спела песню на украинском в поддержку Украины. И это просто, ну не знаю, я вам могу перечислять этих историй вот так вот. Я хочу донести до вас две мысли. Первое. Белорусы готовы сопротивляться Лукашенко и российским войскам. У них нет лидерства. Второе. Украинцы никак не помогают. Вообще никак. Возможно, вы не знали, но нам нужна ваша помощь. Я от себя прошу у вас помощи для Белоруссии. И первое, что для этого надо, чтобы ваши власти начали плотно сотрудничать с Тихановской и людьми, которые там сейчас представляют кабинет. Там есть и силовой блок, и все остальные. И конкретно им говорили, что Украине нужно, чтобы происходило в Белоруссии. И мне бы очень хотелось, чтобы в информационном пространстве Украины вот именно эта мысль была донесена наконец-то до того, кому нужно. Белорусы, как слепые котята сейчас там пытаются создавать какие-то партизанские отряды, но это все вслепую, без всяких разведданных и вообще идей, надо ли это кому-то. Либо мы можем дальше друг друга херами обкладывать и будет, как вот в Ведьмаке было. Ну что, ты хочешь меня нахер послать? Милости просим, сука, давай. Я тебя тогда тоже нахер пошлю. Ну и что, обнимемся вместе, пойдем, да? Есть большая разница, извините, россияне, но есть большая разница между белорусами и русскими. Во-первых, белорусы именно что пытались изменить свою жизнь, у них не получилось, им никто не помог. И во-вторых, они все еще хотят изменить, а не уехать и не свалить куда-то. Все люди, которые эмигрировали из Беларуси, делают все, чтобы изменить хоть что-то в Беларуси. Они просто устраивают свою жизнь на новом месте. Второе. У россиян нету никаких представителей, кроме Путина и той власти. У белорусов есть конкретные представители, которых они выбрали большинством голосов и за которыми они пойдут, если эти представители будут им говорить, что делать. Но без контакта с украинской властью это невозможно. Как вы вообще это себе представляете? Например, я нахожусь в Беларуси, одел панамку и пошел вилкой царапать Искандер. Как? Собрал команду таких же дебилов, как я, и мы в десятером вилками царапаем Искандер. Поперек дороги под танк бросится. Даже вы обучаетесь, прежде чем идти на войну. У меня вон смотрят, сколько людей из бывшей терробороны. Чтобы белорусы что-то делали, им хотя бы надо сказать, вот это почитайте, вот это сделайте. Ими надо руководить. Да, у нас есть руководители, как я говорю, выбранные, но и они слепы без ваших разведданных. Это такие банальные вещи. И я понимаю, я могу еще принять хейт обычных украинцев, которые нифига не знают. Я надеюсь, что после этого видео вы хотя бы начнете понимать хоть что-то. Но люди у власти в Украине такое делают. Зачем? Очевидно, у них какие-то дела с Лукашенко. Им не надо, чтобы он уходил. То есть, они вашими жизнями жертвуют, чтобы Лукашенко оставался у власти. До сих пор. До сих пор, несмотря на все, что он сделал. Я еще раз повторю, это не белорусы пропустили русских вот туда. Это карательные отряды Лукашенко не дали белорусам хоть что-то делать. И не дают до сих пор. Будет сметен Лукашенко, у вас исчезнет со стороны Беларуси любые опасности. Но в вашем информационном поле продвигается идея, что Беларусь это опасность, а не Лукашенко это опасность. Вы его накачали деньгами за два года. Вы никак не помогли белорусам его свергнуть. И сейчас нас еще за это и хейтите. И даже после всего этого, даже после всего этого белорусы будут за вас. Потому что, еще раз повторю, мы не за Украину и украинцев, а за образ жизни. Потому что мы считаем, что так как вы живете, так правильно. И люди, которые умирали из Беларуси за вас на Майдане, так считали. Они не за вас умирали, а за себя и за Беларусь. И люди в полку Калиновского точно так же считают. Если вы думаете, что Путин страшный человек, Лукашенко это просто мрак, психопат и шизоид. Вы не видели видео, что с людьми делали в СИЗО, где их задерживали. Вы не знаете, что в Беларуси вообще задерживают за любой пук сейчас. То, что в России сейчас происходит, это такие цветочки по сравнению с террором в Беларуси. Вы себе просто не представляете, я постоянно россиянам говорю, смотрите, что происходит в Беларуси. И повторюсь, вся российская оппозиция радостно свалила, либо села. А вот сравнение с белорусской оппозицией. Если вывозили Колесникову, то есть КГБшники посадили ее в микроавтобус, привезли к украинской границе, кстати. Так она, чтобы не проходить эту границу, порвала паспорт и прибежала обратно в Беларусь. Мы можем долго обсуждать, какой хороший или плохой политик Тихановская. Такая, какая есть. В общем, ребята, я, во-первых, прошу у украинцев помощи для Беларуси. Просто помогите белорусам убрать Лукашенко. Это не только наша забота, это и ваша тоже. Мне странно, что вы этого не понимаете. Во-вторых, я прошу донести до власти в Украине, что она должна начинать сотрудничать с Тихановской, чтобы что-то сделать в Беларуси. Ну и прошу, конечно, распространять это видео, чтобы до украинцев хоть что-то дошло, и вот этот 52% негативно относящихся к белорусам, чтобы они как-то начинали понимать вообще, что происходит. Либо пошлите меня нахер, я вас тоже нахер пошлю, мы вдвоем обнимемся и вместе пойдем туда. Вам выбирать. Белорусы готовы. Белорусы готовы действовать. На этом все, спасибо, что досмотрели. Живе Украина, слава Беларуси. Всем пока. Такая вот техника.